На огромных территориях Африки обитает много животных. В этих суровых землях правят жестокие законы выживания. На диких просторах полно ловушек и опасностей. Все и все подчинено единому закону – приспосабливайся или умри. Вечная борьба за выживание с самого первого вздоха приводит к жестоким столкновениям в природе. Съешь или съедят тебя. Сиренгетти – регион в Восточной Африке. В переводе звучит как «бесконечные равнины» или «огромные просторы». Здесь ландшафт меняется от травянистой равнины на юге до саванны в центре и обширной лесистой местности на западе. Девять месяцев в году на равнинах Сиренгетти царит спокойная жизнь. Но с началом сезона дождей все здесь меняется. Равнины начинают покрываться травой. На протяжении трех месяцев сюда собираются сотни тысяч травоядных животных. Многочисленные стада антилоп, гну, газелей, зебр и других копытных приходят, чтобы вдоволь наесться сочной растительности. Трава – это жизнь. Обильные осадки практически за ночь превращают засушливые земли в зеленые долины, дарящие животным изобилие пищи во время деторождения. Природа создает травоядным великолепные условия для отела. Эти ровные, покрытые низкой растительностью равнины – идеальное место для родов. Даже самому ловкому, сильному и хитрому хищнику невероятно сложно успешно охотиться, не будучи замеченным. Стада пытаются воспроизвести численность. В течение нескольких дней все беременные самки собираются вместе, чтобы начать дарить жизнь потомству. Около 80% самок родят детенышей в течение двух-трехнедельного периода. На зеленых равнинах синхронно рождаются 300-400 тысяч молодых детенышей. Антилопы и зебры приводят потомство и учат его с первых дней жизни преодолевать невероятные трудности. Равнины переполнены хищниками. Для них наступает период сытой жизни, период легкой охоты и изобилия еды. Травоядные животные – желанные гости для местных львов, гепардов, леопардов и даже гиен. Они долго ждали возможности поохотиться и не упустят ее. Для них это время доступной добычи. У охотников есть выбор из нескольких тысяч потенциальных жертв. Малыши всегда подвержены наибольшему риску. Именно благодаря тому, что детеныши рождаются одновременно и в огромном количестве, хищники быстро присыщаются и уже не могут поедать больше телят. И таким образом это несущественно влияет на их популяцию. Это совершенно удивительное зрелище – наблюдать за молодым выводком. Новорожденные антилопы гнус с самого рождения учатся выживанию. Уже через 2-3 минуты после рождения телята встают на ноги, а через 5 минут уже могут бежать вместе со стадом. Это единственные копытные с такими способностями, что обусловлено борьбой за выживание в непростых условиях африканской саванны. Детеныши антилопы гну и зебры не отходят от стада, а потомки газели неподвижно прячутся в траве. Чтобы выжить, они должны научиться спасаться бегством. Матери с потомством держатся вместе большим количеством, чтобы противостоять хищникам, предпочитающим охотиться на отбившихся от группы особей. Также хищникам достаются больные и мертвые. В течение нескольких недель выживет большая часть потомства. Слабые и больные особи погибают согласно закону естественного отбора. Исследования показывают, что многие молодые животные погибают в их первый год жизни. Примерно 1% от нападений хищников, остальные от недостаточного питания, усталости и заболеваний. Также часто малыши теряются от своих мам, например, когда стадо в панике. Дни в поисках матери изматывают и истощают детеныша. При этом другая мать никогда не примет чужого. И он становится идеальной добычей хищника. Зебры и антилопы гну — вечные спутники. Они всегда пасутся рядом и вместе кочуют по бескрайним равнинам Восточной Африки. Это объясняется тем, что антилопы поедают только высокую траву, а зебры — только низкую. Ту, которая растет у самой земли. Сначала на новые луга приходят гну, а следом за ними — зебры. Так достигается гармония в распределении кормов. Зебры, в свою очередь, тоже не остаются в долгу перед антилопами. Обладая очень хорошим слухом и прекрасным зрением, они раньше антилоп замечают хищников и бьют тревогу. Эта самка-гепарда выслеживает антилоп и газелей Томпсона. Для выживания в дикой природе скорость имеет решающее значение. Чем быстрее гонится хищник, тем быстрее должна убегать жертва, чтобы выжить. Газель Томпсона — добыча не из легких. Они совершают необычные и очень грациозные прыжки. Иногда это предупреждение об опасности, а иногда просто игра. Газели очень быстрые и проворные. Когда их преследует хищник, они могут развивать скорость до 80 км в час. Строение копыт и длинные конечности позволяют газелям мгновенно рвануть вперед, когда их преследует самое быстрое животное планеты. Гепард удерживает наземный рекорд скорости в природе. А его разгон до 100 км за 3 секунды или всего за 3 прыжка оставляет позади большинство самых быстрых автомобилей мира. Этому способствует наличие у гепардов подвижных бедренных и плечевых суставов и гибкость позвоночника. Гепард движется так быстро, что конечности находятся в воздухе дольше, чем на земле. Его ступни приспособлены для ускорения. Подушечки лап твердые и плоские, а короткие и тупые когти втягиваются в них не полностью, что способствует лучшему сцеплению с почвой. Это же обеспечивает гепарду сильное сцепление и устойчивость при резких поворотах. Во время преследования на большой скорости его длинный и гибкий хвост служит ему рулем. Газель, убегая от хищника, делает резкие повороты и длинные прыжки. Это отчаянные попытки дольше оставаться в недосягаемости. Она убегает зигзагами. От этого зависит жизнь животного. В этом противостоянии с гепардом успех зависит исключительно от способности газели дольше бежать в быстром темпе, дольше, чем продержится гепард. Гепард развивает большую скорость на ограниченной дистанции. Такой темп он выдерживает не более 30 секунд. В избежании перегрева организма гепард будет вынужден прекратить преследование. Этим может воспользоваться добыча. Но одно неверное движение или промедление и успех гепарда становится роковой ошибкой для газели. В считанные секунды драма заканчивается гибелью животного. В детстве детенышам гепарда приходится нелегко. Уровень смертности крайне высок. Многие погибают, не достигнув пыловой зрелости. Чаще всего они гибнут от зубов львов. Но на них охотятся и другие представители местной фауны. Гиены, бабуины, хищные птицы. Самки гепарда воспитывают своих детенышей в одиночку. Чтобы выжить самим и накормить котят, этим храбрым матерям-одиночкам приходится добывать еду раз в два дня. Когда котята еще маленькие, мать оставляет их одних, чтобы поохотиться, а затем, по возвращению, переносит их на другое место, чтобы запах детенышей не привлекал хищников. Гепарды – животные особые. Красивые и экзотические. Быстрые и при этом легко поддающиеся приручению. На самом деле гепарды – самые уязвимые из больших кошек. Охотники истребляли великолепных зверей ради забавы, а браконьеры отлавливают детенышей, чтобы за большие деньги перепродать их, желающим обзавестись экзотическим питомцам. Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Для выживания в дикой природе скорость имеет решающее значение. Одни используют ее при безмолвной атаке, нападая из засады, другие – при преследовании жертвы, третьи – пытаясь убежать от нападавших. Львы – самые крупные плотоядные хищники саванны. Они не боятся нападать ни на кого. Львы используют свое массивное туловище, чтобы повалить животное вдвое тяжелее их. Самые роковые события разгораются между стадами и прайдами львов, обитающих у них на пути. Куда бы травоядные ни пошли, за ними наблюдают изголодавшиеся глаза хищников. Львы – это большие кошки, имеющие титул царя зверей. И чтобы царствовать в этих обширных владениях, они обладают потрясающей силой, превосходным умением прыгать и выдающейся способностью к согласованным действиям. Эти хищники находятся на вершине пищевой цепи. Зебры пришли к водопою. Это опасное место. Сюда одни приходят за водой, другие приходят за теми, кто ищет воду. Из зарослей за ними наблюдают проголодавшиеся львы. Невидимые хищники затаились в ожидании, готовятся напасть из засады. Главное – подобраться поближе. Зебры крупные, весом 300-400 килограммов, но работая сообща, львы способны повалить огромное животное. Вот зебры заметили их и бросились бежать. Хаос и смятение. Но львы выбрали уже свою цель. Эта зебра может накормить весь их праид. Зебра сильна и опасна. У нее сильные ноги, и она легается со страшной силой. Любая ошибка львицы может быть роковой. Сильный ушиб, раздробленная челюсть, сломанная лапа или спина. Зебра может ослепить или даже убить льва. Используя свою мощь и скорость, львы работают сообща. Этой зебре не удается спастись. Львица ее догоняет, набрасывается и впивается в горло, сжимая челюсти, пока зебра не перестанет шевелиться. На открытом пространстве спрятаться негде. Травоядные животные передвигаются стадами. Это повышает шансы на выживание. Безопасность обеспечивает количество. Тысячи глаз быстрее заметят хищника. Но некоторые из них неизбежно станут жертвами. Стоит отбиться от стада, и этот день может стать последним. Антилопа гну увлеклась и отошла слишком далеко от стада. Это может дорого ей обойтись. Она стала мишенью. Группа голодных охотников затаилась в траве. Львы выглядят невозмутимо. Охота – дело непростое. Главное – подобраться незаметно поближе. Чтобы не хрустнуть веточкой, лев передвигается на цепочках. Его мягкие подушечки помогают распределять вес между суставами лап. Лапа окутывает толстой меховой подкладкой любое препятствие, заглушая звук. Лев крадется тихо-тихо. И вот время атаки наступило. Во время нападения львы способны развивать скорость до 70 км в час. У антилопы в одиночку шансов нет. Отбиться от голодных хищников не получается. Отчаянное сопротивление антилопы приводит к еще более активным действиям охотников. Слаженные действия и массивные тела львов помогают повалить крупного животного. Мощные челюсти, созданные перегрызать сонную артерию, впиваются в горло. Для этой антилопы миграция закончена. Здесь правят законы природы. Здесь выживает сильнейший. Борьба за один и тот же источник пищи часто ведет к конфликту. Лев убил добычу. Стая гиен хочет ее отобрать. Лев голоден и отстаивает свою добычу. Один лев не соперник нескольким гиенам. Они окружают льва, нападают на него и одолевают. Лев вынужден отдать добычу. Это была добыча льва, а стала добычей гиен. Но при встрече один на один львы всегда выигрывают. Семь из десяти гиен погибают, убитые львами. Но это их не останавливает. При случае гиены никогда не откажутся от возможности забрать добычу у льва. И это их роковая ошибка. Может сложиться впечатление, что от клыков-хищников Погибают огромное количество животных, и трагедии происходят здесь постоянно. На самом деле это не так. Природа продумала все четко и правильно. Ни одно дикое животное не убивает другое просто потому, что первое хищника, второе нет. Самые распространенные хищники в Африке – пятнистые гиены. Они созданы для того, чтобы выживать и процветать. Страшные и искусные охотники. Их называют падальщиками, хотя большую часть своей добычи убивают. Гиены рады разной пище, даже если это объедки, оставленные другими хищниками. Они пользуются любой возможностью. Если можно украсть – они украдут. Если можно отнять – отнимут. Если они видят, что над тушей летают стервятники – они идут туда. Если они учуют запах падали – они идут к ней. Если они услышат, как другие хищники едят – они придут и постараются отбить или своровать их добычу. После них от туши остается мокрое место. Поэтому у гиен такая плохая репутация. На самом деле пятнистые гиены – бесстрашные и искусные охотники. И убивают 95% своей еды. Охота гиен – хитроумный и слаженный процесс. Они не охотятся из-за сад, а идут на жертву, не прячась, чтобы оценить силу добычи. Молодые, старые, слабые или больные – это то, что им надо. Одинокие гиены охотятся на мелочь, а группами – от двух до десяти особей – на более крупную добычу – зебру, антилопу, гну, газелей. Стая гиен отправляется на охоту. Стадо антилоп гну мирно пощипывает траву. Одна увлеклась и слишком далеко отбилась от стада. Это дорого ей обойдется. Гиены атакуют и ловят отбившиеся гну. В одиночку у антилопы нет никаких шансов выжить. Животное обречено. Стая кровожадных гиен за 15 минут может съесть полностью тушу антилопы вместе с кожей, копытами и зубами. Их челюсти буквально перемалывают кости. Быстрые и агрессивные едоки не оставляют после себя ничего. Пятнистые гиены – прирожденные охотники. В погоне за добычей они ведут себя совсем по-другому, чем гепарды и львы. Главная их сила – выносливость. Преследуя добычу, они способны удерживать скорость до 50 км в час на расстоянии нескольких километров. У них сильные и хорошо развитые мышцы шеи и боковых частей конечностей. Эти мышцы и обеспечивают им выносливость при беге на длинные расстояния. Гиены зачастую охотятся сообща, подменяя друг друга во время преследования добычи. Такая тактика плюс выносливость позволяет им загонять до изнеможения практически любое животное. Жертва может от них убежать, но продержаться дольше их не сможет. Приближается сезон засухи, и чтобы выжить, миллионные стада животных вынуждены двигаться вслед за дождевыми облаками в поисках еды и воды. Предполагается, что всей этой массе травоядных требуется 4000 тонн травы каждый день. Антилопы гну, зебры, газели и другие животные отправляются в долгий переход по Африке. Поход, в котором выживут не все. Одних съедают хищники, других затаптывают свои испуганные сородичи, некоторые просто не выдерживают таких нагрузок. Это настоящая борьба за жизнь, борьба за выживание в суровой и дикой Африке. Много преград приходится преодолевать миллионным стадам. Древний инстинкт животных движет ими настолько сильно, что ни засуха, ни хищники, в том числе и крокодилы, заполняющие реки, не могут их остановить. Каждый год миллионы животных преодолевают более тысячи километров в поисках свежей пищи и воды. В этом походе их ожидает проверка на выносливость. На их пути возникает немало естественных преград, в которых так любят прятаться голодные охотники. Но инстинкты сильнее страхов, и травоядные животные из года в год неизменно следуют по столь опасному для них маршруту, и лишь сильнейшие выживают. Вода – прекрасное место для засады. Незаметно подобраться к зазевавшейся жертве не составляет труда. Стадо антилоп спустилось к водоему утолить жажду. За раз гну может выпить около 8 литров воды. Обилие живительной влаги расслабляет и приводит к потере бдительности. Эти животные стали объектом пристального внимания крокодила. В решающий момент хищник молниеносно вырывается из воды и хватает добычу огромными и мощными челюстями. Его челюсти имеют 68 зубов и смыкаются со скоростью 9 метров в секунду. Невероятная сила укуса. Против такой хватки не выдерживают даже самые сильные кости. После успешной атаки крокодил затаскивает добычу под воду и продолжает удерживать челюстями, пока та не задохнется. Миллионные стада антилоп скопились на берегу реки. Река – пугающее препятствие. Никто не решается сделать свой первый шаг. Несомненно, реки и изолированные озера наводят страх на животных. Во-первых, из-за того, что они боятся воды сами по себе и скрывающуюся в ней опасность. Мутные оранжевые воды кишат сотнями голодных крокодилов, готовых разорвать свою долгожданную добычу за секунды. Во-вторых, они боятся поджидающих возле водопоя в засаде хищников. На берегах за травоядными зорка наблюдают львы и гепарды, готовые в любую секунду сорваться и приступить к охоте. Звуки огромного количества копыт взбадривают речных монстров. Они уже давно знают места, где можно готовиться к обильному пиршеству. Крокодилы спешат занять выжидательную позицию. Высокие берега и голодные крокодилы останавливают антилоп на их пути. Они зачастую стоят, не решаясь даже подойти близко к воде, чтобы пересечь реку и даже утолить жажду. Переправа опасна. Крутые склоны и отсутствие пологих спусков, очень узкие тропы, размытые дождем, кажутся непреодолимым препятствием. Страх сдерживает, но инстинкт подгоняет. Но вот первое животное сталкивают в воду, и тысячи копытных устремляются вниз. Гонимые инстинктом гну одна за другой прыгают в реку. Зрелище очень грандиозное и волнующее. Антилопы прыгают в воду с отвесных берегов реки, достигающих иногда 5-6 метров в высоту. Они отчаянно стараются побыстрее преодолеть реку. В воде антилопы не могут полагаться на свои быстрые ноги. Ведь пересекая реку, животные рискуют не только утонуть, но и стать жертвами крокодилов, поджидающих их в воде. Многие из них станут легкой добычей. Огромные изголодавшиеся нильские крокодилы ждут этого месяцами. Они жаждут поохотиться. Древний и опасный хищник обитает на берегах рек, озер и болот. Это нильский крокодил, один из крупнейших и старейших крокодилов. Объект поклонения и суеверного страха, развитые рефлексы, умение ждать, смертельная хватка делают его непревзойденным охотником. На суше он неповоротлив и чаще охотится в воде, где его подвижность повышается в разы. Внушительные размеры позволяют атаковать самых сильных и крупных животных. Взрослый крокодил может напасть практически на любое животное, нередко превосходящее его в размерах. Его добычей становится даже африканский буйвол, один из крупнейших быков, вес которого может превышать 700 килограммов. Нильский крокодил – главный хищник реки. Самец вырастает в длину до 6 метров и весом до 500 килограммов. Крокодилы представляют смертельную опасность для каждого, кто окажется рядом. Эти рептилии видят под водой далеко, но для нападения им надо подобраться поближе. Глаза, ноздри, уши находятся на верхней части головы, что позволяет им прятаться в верхнем слое воды. Бросаются в атаку без предупреждения. Пойманные антилопы буквально за несколько минут разрываются на куски и поедаются. Для крокодилов это редкая возможность досыта наесться. За раз нильский крокодил может съесть до 20% своего веса. Подобное зрелище достаточно кровавое и жестокое. Но такова жизнь животного мира Африки. Сейчас охотиться в реке очень просто. Едва первые зебры и антилопы, гонимые инстинктом, попадают в воду реки, начинается кровавый пир, который длится несколько дней. Животные соскальзывают и скатываются кубарем с берегов в воду, давят друг друга и сбивают с ног. Для крокодилов нет более легкой добычи. Вероятность заполучить намеченную жертву рептилии в воде составляет более 90%. После охоты хищники сутками греются на солнце, переваривая съеденное, принимают водные процедуры и не обращают никакого внимания ни на зебр, ни на антилоп гну. Так рептилии охотятся несколько недель. Мигрирующие копытные задыхаются в месиве тушь, ломают ребра и конечности. Тонут, и их тела уносят быстрое течение реки. Место переправы превращается в адский котел великой эмиграции, где не играет роли ни возраст, ни сила, ни опыт животного, а только воля случая. Незабываемое зрелище сопровождается большими потерями в стадах. В этот период у всех обостряется инстинкт самосохранения, и страсти накаляются. Антилопы и зебры идут сплошным потоком, который не прерывается ни на минуту, ни днем, ни ночью, и движется несколько суток подряд. Первые стада живого потока не могут остановиться у берега, чтобы передохнуть или отыскать безопасный брод. Задние ряды, теснимые голодом, жаждой и хищниками, непрерывно напирают на них, заставляя войти в воду. Даже имея возможность остановиться на берегу реки, животные никогда этого не сделают. Им просто некуда отступать. Позади двухмиллионной армии копытных осталась голая, утрамбованная, как плац земля, которая не способна их прокормить. Во время переправы многие жеребята теряют своих матерей и пытаются переплыть назад, где видели их в последний раз. Некоторые попадают на обед к крокодилам, остальные же собираются в группы, не зная, куда им идти. Даже если они найдут пищу, их шансы на выживание очень малы. Скорее всего, они попадут в лапы сопровождающих стадо на всем пути хищников. Только один теленок из пяти возвращается туда, где родился. На реке опасность для копытных представляют не только крокодилы. Бегемоты, которые только условно считаются травоядными, на короткое время меняют свои вкусовые пристрастия и во время Великой миграции тоже становятся платоядными, как и крокодилы. Только в отличие от рептилий, они не нападают на зверей, а лениво лежат на отмели, поджидая, когда вода принесет им тушу погибшего или пострадавшего животного. В воде жертвами пируют крокодилы, а на берегах – хищные звери. Потери гну огромные. Пересекая реку, тысячи утонули, некоторых затоптали. Другие стали добычей крокодилов и наземных хищников. После гибели трупы животных частично поедают рыбы, не упускают своего и птицы-падальщики, которые на долгие недели обживают берега коварной реки. Каждый год тысячи животных устилают своими костями дно и берега зловещей реки. Это кости тех, кто проиграл в борьбе за выживание и естественного отбора. Но инстинкты сильнее страхов и травоядные неизменно следуют по столь опасному для них маршруту, и лишь сильнейшие выживают. Много испытаний выпадает на долю копытных в борьбе за выживание. Голодные крокодилы и бегемоты в реках, хищники, следующие по пятам, надеясь на легкую добычу. Они не упустят свой шанс отбить уставшее или раненое животное от общей массы. Временами голод и болезни преследуют животных. Так происходит естественный отбор. Жизнь кипит, идет борьба за лучших с лучшими. Каждую секунду в Африке разыгрываются большие и малые трагедии. Так, понеся огромные потери, выживают сильнейшие и самые ловкие особи стада, чтобы передать свои гены следующему поколению. Субтитры создавал DimaTorzok